Ключевое слово static можно использовать и для определения функций. Если мы определим функцию с ключевым словом static, то ее поведение будет аналогично поведению статической глобальной переменной. То есть такая функция будет доступна только внутри данного модуля. Можно провести аналогию. Обычные функции ведут себя как глобальные переменные, они доступны из любой точки программы, при условии того, что в этой точке программы доступно объявление этой функции. А вот статические функции ведут себя как статические глобальные переменные. То есть они доступны только в конкретной единице трансляции, и снаружи получить к ним доступ нельзя. Статическая функция — это функция, доступная в пределах одного модуля. Более того, можно в разных модулях, например, у нас будет два файла, один svp и два svp, иметь функции с одинаковыми именами, одинаковыми сигнатурами. При этом эти функции будут независимо существовать в программе и не вызвать проблем на ринковке. Можно определить статическую функцию test, которая, например, вводит число a, статическую функцию test в другом модуле, который вводит число b. Две разные функции, они делают разные вещи, но при ринковке никакой проблемы не будет. Просто потому, что подстановка адресов, она будет происходить локально, внутри одного модуля и внутри другого модуля. Если бы мы слово static здесь не указали, то это бы вызвало ошибку в этапе ринковки. Оказалось бы, что у одной и той же функции есть два определения. Но так как эти функции статические, то подстановка их адресов происходит только внутри соответствующего модуля, и никакой коллизии не возникает. Говорят, что статические глобальные переменные, статические функции проходят внутреннюю ринковку, то есть их адреса разрешаются только внутри конкретного модуля. В противоположности этому говорят, что обычные функции и глобальные переменные, они проходят внешнюю ринковку. Отсюда и слово extern, которое используется при объявлении глобальных переменных. В действительности, при объявлении функции можно тоже указать ключевое слово extern. Ну, просто оно там не обязательно, потому что объявление функции и так достаточно сильно синдоксически отличается от определения функции. А вот с глобальными переменными по-другому. Там, если опустить инициализирующее выражение, можно перепутать объявление и определение. Поэтому там слово extern обязательно, а для функции его можно опускать, но и более-менее его всегда опускают. Продолжение следует...